Футбольная лига Казахстана ответила на критику клуба «Астана» после матча в Туркестане. Организаторы чемпионата заявили от «Амикен Бизнес», что проведут беседу. Напомню, ранее главный тренер команды Андрей Тихонов подверг критике игру на стадионе, который построили почти за 40 миллионов долларов. На поле образовались огромные лужи. Тренер заявил, что из-за этого футболисты не смогли реализовать игру и стали посмешищем. Тем временем, ни Акимат Туркестанской области, ни компания застройщик ситуацию пока не комментирует. С ними пыталась связаться Мольдр Абдуалиева. Сейчас она на связи. Мольдр, что тебе удалось выяснить? Добрый день, Мариам. Комментируя скандал после матча, организаторы заявили, что футбольный клуб «Астана» не обратился с официальной просьбой об отмене игры. Именно поэтому она все же состоялась. Но теперь футбольная лига проведет как работу над ошибками, так и беседу с руководством клуба «Астана». По всей видимости, лигу не устраивает вызванный резонанс. И она знает эту процедуру как свои пять пальцев. То есть она могла спокойно за час до матча направить нам письмо. В итоге, получается, они сами виноваты. Принцип такой, да? Лига от себя как бы ответственность не отказывается. Мы тоже нечем ответственность за это, и мы будем разбираться внутри, почему так получилось. И в то же время будет разговор и с футбольным клубом «Астана». Почему они так поступили, почему они не придержались протокола, но при этом после игры выступили в СМИ. Напомню ранее, главный тренер клуба «Астана» резко высказался о матче, проведенном на туркестанском стадионе. Андрей Тихонов назвал прошедшую игру издевательством над футболистами. Все дело в том, что футболистам пришлось играть под сильным дождем, а дренажная система стадиона, на который потратили 40 миллионов долларов, с осадками не справилась. В итоге футболистам пришлось не столько играть, сколько вязнуть в лужах. Это очень сложно назвать футболом. Все видели, на каком поле пришлось играть. Перед матчем мы просили о переносе, но нам не пошли навстречу. Я понимаю, что для кого-то устроили праздник, но на таком поле нельзя играть в футбол. Мы живем в 21 веке, строят новые стадионы, а при дожде поле просто покрывается лужами. У нас есть несколько травм, но повторюсь, это не футбол, а издевательство над футболистами. Сегодня на игроков обеих команд просто наплевали. Организаторы чемпионата тоже раскритиковали качество построенного стадиона, а именно установленной там дренажной системы. И теперь футбольная лига страны намерена обратиться в клуб «Туран», который официально представляет Туркестан-арену. И в дальнейшем будет играть именно на этом стадионе. Там по ходу всего матча сизый дождь шел, и дренажная система стадиона не справилась с этими осадками. То есть она не успевала вот эту всю воду выкачивать. Футбольный клуб «Туран» он будет как бы наиграть на этом стадионе. Профессиональная футбольная лига будет просить футбольный клуб «Туран» устранить. Футбольный клуб «Туран» эвакулирует область, то есть они будут обращаться в область, к своему Албасу Акимат. И дальше они должны разбираться. Но в Акимате, видимо, в ситуации еще не разобрались, поскольку комментировать этот инцидент отказались. Я напомню, что стадион на 7 тысяч мест построили за 39 миллионов долларов. Для сравнения, стадион «Сивас-арена» в Турции с гораздо большей вместимостью до 28 тысяч человек обошелся в 21 миллион долларов. Стоимость польской арены «Радамяк», рассчитанной на 15 тысяч мест, также дешевле. 29 миллионов долларов. Мария, у меня пока все. Тебе слово. Спасибо, Мольдер.